Когда в свое время возникло христианство, то Каотиновая была такой, с точки зрения христиан. Еврейский народ был избранный, еврейскому народу дали с неба божественное откровение, чтобы еврейский народ передал человечеству. Еврейский народ работал в своей стране, в лаборатории, вот создал новый продукт христианства. И когда создал этот новый продукт, то разработчики разбежались из лаборатории. Выгнали римляне, пришли воины, нету больше. Сломали лабораторию, место осталось пустое, оборудование сломано, но вот разработчики разбежались. Теперь, что думает христианство, исходя из этого? Это значит, что вся работа разработчика кончилась, и у нас в руках конечный продукт, который заменяет предыдущую работу разработчиков. Это называется теология замещения. Ее разработал примерно в 400 году Августин, это один из столбов христианской церкви, что христианство пришло вместо иудаизма, иудаизм поработал, большое спасибо, потом конечный продукт он не принял, поэтому христиане пришли вместо иудаизма, а евреи остаются, чтобы в конце концов понять, какое великое христианство, и тоже к этому присоединиться, и это будет завершением великой истории христианства. Поэтому евреи, хоть они и не правы, но надо их сохранять, чтобы они, если не насильно не крестить, в отличие от других народов, давать им жить, потому что они, в конце концов, значит, их переход в христианство в конце времен и будет исправлением окончательного человечества. Это концепция Августина. И с этой концепции христианство дожило до середины 19 века, даже до 20, начало 20. Теперь, и вдруг разработчики стали обратно собираться в лабораторию. Теперь, те, христиане, которые чувствуют серьезно, они сразу понимают, что разработчики не возвращают ни для чего иного, как сделать следующую версию продукта. Поэтому евреи возвращаются в свою страну для производства следующей формы какой-то, не знаем пока какой, сами разработчики не знают. Это неизвестно. Дальше, дальше, давайте, это слишком вперед. Вперед на тысячу лет сложно загадывать. Вот, здесь и на 20 лет сложно загадывать, на 100 невозможно, а уж на тысячу это просто совсем, да? Вот, на каком уровне раз произойдет интеграция людей с машинами, это же дело ближайших столетий, да? Нет, ну интеграция прям... Харари пишет, что вот, буквально... Ну, Харари, это болтовня абсолютно бессодержательная. Это об интеграции. Да, нет, ну, неважно, нет, ну, я здесь вот... Харари, это просто такая, ну, самая пустопорожная болтовня... Попсня. Попсня совершенно. Поэтому это вообще, так сказать, смешно. Где все факты, которые противоречат его теории, просто выкидываются, не упоминаются. Упоминаются те факты, которые как бы поддерживают его теорию. Но, понимаете, выбрать половину фактов из истории, можно поддержать все, что хочешь. Может, для кого-то писал? Ну, не социальный заказ. Конечно. Но не для кого-то, не для Васи, для Миши, а для социума определенного, который определенного вам смотрит. Этот социум называется глобализм. Собственно, эту идею он обслуживает. Поэтому, если этот заказчик, который называется глобализм, очень богатый и очень, так сказать, сильный, то он получает максимальную поддержку. Хотя, начни критически рассматривать. Просто все рассыпается сразу. Вообще сразу. Но это не производит впечатление, когда ты считаешь, но когда хоровит считаешь, производит очень интересный. Конечно. Но интересный, талантливый, только нужно выбрать половину фактов, и ты можешь доказать все, что хочешь. Но возвращаясь, значит, к тому, что разработчики возвращаются с лабораторией, чтобы создать некоторые следующие продукты. И вот это формирование сегодня не происходит. Поэтому христианство начало срочно пересматривать отношения к евреям. Это же произошло в 20 веке в наших глазах, да? То есть, вместо теологии замещения, вся католическая церковь, еще половина тратистантов, приняла теологию дополнения. Которая была немыслимой просто. Знаете, знаете, что это такое? Нет, не знаете? Значит, это вот что такое. Когда христианство возникло, то оно было глупой внутри иудаизма. Понятно, да? Дальше Павел сделал рывок в нееврейский мир, и христианство уже там к второму веку, к концу второго века стало в основном нееврейским. Теперь, когда в 1315-25 году Римская империя приняла христианство, то возник вопрос, что теперь уже христианство государственная религия, и как оно должно относиться к евреям? В языческом Риме было определенное отношение к евреям, юридическое. То есть, евреи были разрешены религией, вот им можно их религию соблюдать, но вопрос идеологически не стоял. Идеологический вопрос был у Рима, это поклонение императору. И евреи были освобождены от поклонения императора, поскольку было понятно, что это, ну, как Богу, поскольку было понятно, что этого не добиться. Значит, надо было добиться лояльности, но не более того, не ставилось задача интегрировать еврейство или иудаизм в языческую картину Римской империи. Да, потому что языческое такое значение вообще никогда не стояло. Но когда стал христианский Рим, то христианство – это государственная религия, запрещающая остальные, доминирующая, и туда нужно как-то вписать евреев. Потому что, как теперь относиться к иудаизму? Все остальные религии, с ними было понятно, просто идет тотальное уничтожение всего остального. Вопрос не стояло. Вся языческая религия уничтожалась в том смысле, что людей крестили насильно. Да, когда завоевывали, ну, кто-то сам крестился, кто-то, наоборот, значит, поучился и крестился, кого-то завоевали и крестили. Но это шло достаточно насильственными методами. А евреи, вроде, это не нормальность. И нельзя назвать их язычниками, и они основы, и на них все основывается, и на них все базируется. Но при этом они не христиане. Этот вопрос, с точки зрения империи и христианства, нужно было решить. И его решил Августин. Какой такой Августин, да, Блаженный? Августин Блаженный, это один из самых, ну, самых фундаментальных столпов, это называется, патристика, да, то есть отцов церкви. Это 400-й год примерно, и он сформулировал теологию, очень много из теологии христианства, в частности теологии отношения к евреям. Эта теология отношения к евреям стала называться теология замещения. Замещение означает, что христианство пришло вместо иудаизма. И эта теология была такой, что евреи были избранным народом, действительно, все, что написано в Танахе, все как бы христианство подтверждает, Танах ничего не убирает. Евреи были избраны, Бог евреям дал, но потом, на следующем этапе, евреи не приняли то, что Бог им предложил, Иисуса. За это храм был разрушен, за это евреи были избраны из своей страны. Это все наказание за непринятие христианства. Но евреи – это особый народ, поэтому, в отличие от всех других, их нельзя крестить насильно. Поэтому евреи – это единственное нехристианское меньшинство, которое имеет право жить в христианских городах. В средневековом мире, в христианском городе, в христианской стране было невозможно никакое автономное нехристианское проживание. Никаких язычников не могло оставаться ни в каком месте, их всех крестили насильно. Единственное, кому разрешалось жить в христианстве теологически, разрешалось – это только евреи. Единственное исключение. И поэтому евреи смогли сохраниться в средневековой Европе. И запрещалось крестить евреев насильно, поскольку евреи должны были сами до этого дойти, имея такой большой потенциал избранности, бывшей избранности, но всего большой потенциал, и это будет служить окончательным торжеством христианства. Вот это и есть теология замещения. Что евреи христианство пришло вместо иудаизма. Это и Златоуст в Восточной Церкви, это и Вячеслав Августин, и это классический подход христианства до самого XIX века. В конце XIX века это стало шататься. И некоторые протестанты стали занимать всеми уже другую точку зрения, а после Второй мировой войны вся католическая церковь официально заменила, тотально все, отвергла Августина. Потому что, с точки зрения Августина, евреи, изданные своей страны за непринятие христианства, поэтому не могут вернуться, пока не признают. Вот когда признают, тогда их Бог возвратит. А тут было создано государство Израиль, евреи вернулись без всякого признания христианства. То есть история опровергла теологию. Вся теология Августина была построена на том, что евреи не могут вернуться, и вдруг история повернулась так, что евреи вернулись. И поэтому получилось, что теологически эта теология потерпела крах исторически. Что вообще уникальный случай, чтобы теология столкнулась с историей, такого вообще почти не бывает. Теология всегда устроена так, что она с историей, она прежнюю историю объясняет, а с новой никак не конфликтует. А здесь отконфликтовала, казалось все столетиями, что все окей, а вдруг казалось-то не окей. И вот это поэтому создание Израиля стало влиять на переосмысление. И начиная со Второго Ватиканского собора, а потом это все докончил Иоанн Павел Второй. И дальше уже добавил Бендигт Шестнадцатый, вот новый римский папа, как его зовут-то? Ну, я уже забыл. Бендигт Шестнадцатый был в этом случае тоже очень, как Иоанн Павел Второй. А вот новый, который, ну, не помню, я же, вот, он уже как бы идет в фарватере, вот который сейчас, сейчасшний. Он первый какой, я уж не помню. Хорошо, о Витинске который. Вот. Но идея главная возникла такая, что христианство пришло не вместо иудаизма, а в дополнение к иудаизму. Это и есть теология дополнения. Вместо теологии замещения, теология дополнения. Теология дополнения говорит, что иудаизм остался спасительной религией, и евреи это единственное исключение в мире, которым не надо креститься для спасения. Что просто разрушает просто тотально все, что было раньше. До этого было понятие, вне церкви спасения нет быть не может. Тот, кто не крестился, спастись не может никак. Так, младенцы некрещеные попадают в первый круг ада, потому что они некрещеные, значит, спастись не могут. Знаете, да, такое вообще понятие? Нет, я вас слушаю. Нет? Ну, разве... Нам не договорились. Что? Данте? Нет, ну как. Некрещенные младенцы выпадают в ад, потому что некрещеные. Хотя они ничем не виноваты, но они поэтому в первом круге, как бы вот никаких проблем особых там нету. Вот. Теперь древние мудрецы, там типа Платон, Аристотель, которые не христиане, Иисус специально сошел в ад, их взял за ручку и нескольких вытащил, как великих, так сказать... Ну, это какой-то... Ну, слушайте, ну, это классика христианская средневековая. Это просто... Ну, а это же никуда не делось. Это как было, так осталось? Тогда можно взять апостола, который говорит, что кто-то такой, когда они пошли проповедовать христианство, да, ну, это же было все равно сначала, среди евреев распространялось, когда начали язычникам это все преподносить, они начали возмущаться, сказал, кто ты такой. Да. Вот ветки отрезали, тебя привезли. Хорошо, это Павел, он сказал, да-да-да, это не апостолы, это Павел... Это книга называется апостол, просто. Нет, это Деяния апостолов, это книга Деяния апостолов. Да-да-да-да. Да-да-да, окей, да, ну, это такая позиция Павла. Это все послание Павла, потому что фактически Павел переделал еврейскую секту на мировую религию. Все апостолы были против Павла. На первом апостольском съезде в 15 главе Деяний Павел единственный, кто предлагает другую концепцию. Если они все хотели, чтобы человек становился евреем и потом христианином, и поэтому нужно обрезание, и поэтому нужно все заповеди, и только еврей может стать христианином, то Павел первый сказал, нет, не нужно, есть семь законов Ноевых, ну, там есть, да, не перечислено, прям, напрямую. Семь законов Ноевых, только их нужно от неевреев требовать. То есть, что требуется от язычников, присоединяющихся к христианству? Павел выступил против всех, но тем не менее он победил. Причина победы Павла была очевидной. Дело в том, что все апостолы, вообще Павел отличается от апостолов тем, что он, во-первых, Иисуса лично не видел, в отличие от всех остальных. Он пришел, когда Иисус уже умер. Во-вторых, он был единственным из них, кто имел греческое образование. Все они выросли в Галилее. Он вырос в Малой Азии. Он говорил по гречески. Он был римским гражданином, что совершенно меняло вообще всю перспективу. Он имел хорошее теологическое образование, в отличие от них всех. И он имел задачу нести все это человечеству. Теперь, когда Павел стал христианином, когда он пошел за Иисусом, это было по дороге в Дамасске, если вы помните. И причина это в том, что Павел стал после этого ходить по всем общинам и проповедовать. И в каждой общине мы видим одну и ту же картину. Кто-то резко против, и в него там камня не кидается, а кто-то за ним сразу идет. Это вот описание деятельности Павла. Почему такая ситуация? Дело в том, что в первом веке во всех еврейских общинах Геаспора, во всех, где работал Павел, была ситуация, где было огромное число того, что называется богобоязненные. Богобоязненные – это были не евреи, которые присоединились к иудаизму, но не окончательно, не внутри. То есть, вообще, если вы знаете, законы Римской империи запрещали обрезание. Это было членовредительство. Евреям в качестве исключения это разрешалось. Теперь, само обрезание сделать – это не очень простая вещь. Взять на себя все заповеди – это не очень просто. И поэтому богобоязненные, они уже в целом разделяли веру, они разделяли монотеизм, но не перешли в иудаизм окончательно. Это, как бы, если такой современный термин, это полупразелиты. То есть, они вокруг синагоги, но не внутри. И вдруг пришел Павел и сказал им, все отлично, ребята, никакого обрезания не надо, никаких сложных веих заповедей не надо, вера сохраняется, только основные этические заповеди, и у нас теперь наш новый вариант. И поэтому всю вот эту огромную, огромную прослойку Павел повел за собой, и поэтому на первом апостольском съезде он был один, зато за ним стояла армия, а за остальными не стоял никто. И поэтому он победил. Просто они поняли, что за ним будущее, потому что у него полно последователей, а у них крохи. Поэтому его линия, фактически Павел превратил Иисус, ведь он совершенно не направлен к оповеди язычникам, он наоборот, вообще дикий националист. И когда вот эта история с самаритянкой, если вы помните, он говорит там, кто возьмет, я постом корыха к евреям, кто же возьмет у детей и бросит собакам. Что вообще в современных терминах, вообще чудовищный, так сказать, национализм, ненависть к людям других, так сказать, вероисповедания, этичности и так дальше. Что даже для того времени резко, скажем, в Талмуде такого нету. Иисус поэтому резкий националист. И вдруг Павел это все переделал. Интересно, что Иисус говорит, идите проповедуйте народам после воскрешения. То есть Иисус до смерти является националистом. Иисус воскресший является универсалистом. Понимаете, это поразительная совершенно вот фраза идите проповедуйте другим народам, она воскресшего Иисуса. Так вот, в конце 19 века вдруг некоторым пришло в голову христианам, что слово проповедуйте народам, слово народы означает не евреев, а евреев означать не может. Слово Гоим тогда в этом, вообще слово Гой исходно означает любой народ, в том числе еврейский народ. Но к концу второго храма оно стало означать не евреев, то есть язычников. Что такое вообще слово язычники, откуда оно происходит? Почему язычники называются язычниками? Потому что они говорят на других языках. Понятно. Поэтому слово язычники буквальный перевод народы. Но как слово языки это синоним слова народы. поэтому язычники это народы мира. Это не это не просто поскольку тогда монтеистами были только евреи, то слово язычники стало означать излопоклонников. Но в принципе по своему так сказать происхождению слово язычники это и значит народы. Поэтому идите проповедуйте народам. Это стало было переосмыслено некоторыми керсианскими теологами еще в конце 19 века как то, что нужно проповедовать только не евреям, а евреям проповедовать не надо. И вот эта концепция появившаяся в начале 20 века сильно она после Второй мировой войны из-за катастрофы и создания Израиля стала концепцией католической церкви. То есть вот эта идея что евреи спасаются своим заветом она была оживлена и стала центром католицизма. Не потому что они ее создали а потому что она в конце 19 начале 20 возникла из переосмысления Евангелия. Но вот это вот от чего мы здесь уже ушли я уже даже немножко забыл от чего от чего от какой точке мы отошли вот но вот эта вот трансформация христианства в том что теперь евреи спасаются своим заветом если до этого казалось что никак спастись нельзя столько как христианство то вдруг оказалось что евреи спасаются сами и поэтому получается что евреев крестить не надо и вот это абсолютная трансформация католической церкви Иоанн Павел II закрыл все христианские миссиональные организации которые занимались евреями и вот там недавно они еще там пару документов приняли что все народы нужно привести к Иисусу к Христу кроме евреев евреев трогать ни в коем случае нельзя у евреев свой завет и поэтому христианство это дополнение к иудаизму а не вместо иудаизма то есть вместо теологии замещения пришла теология дополнения в православии этого еще нет совсем в католицизме это на официальном уровне то есть повозглашено соборами подтверждено папами и документы об этом пишутся только недавно в этот документ который недавно вышел подробный очень документ написано так что то что евреи спасаются без крещения это уму непостижимо тем не менее факт то есть вот так написано что это никак не вкладывается ни во что и тем не менее мы вынуждены признать что это так потому что это на самом деле вписано в новый завет тоже ну например скажем Павел который против того чтобы делать обрезание и всюду пишет обрезание не надо делать когда он встречает еврея необрезанного он делает ему обрезание там есть история когда у него Тимофей что ли я уж не помню как его зовут который сын еврейки который уже христианка и не еврея по словам еврей по матери то есть еврей по галахе он ему делает обрезание хотя вообще-то евреям делать не надо то есть не евреям христианам делать обрезание не надо то есть весь Павел это Павел обращается не к евреям Павел он апостол язычников по сути своей не случайно так называется это его самоназвание да он пишет я апостол язычников вот потому что он обращается сразу вот к этой огромной группе богобоязненных и их именно направляет весь конфликт шел за богобоязненных нужно ли им чтобы стать христианами нужно ли им обрезаться и ставиться евреями сначала или одновременно а Павел сказал что нет вот в это все выгодно то есть Павел именно уже религию делал Павел Павел создал отдельную религию от иудаизма как бы так сказать вот он создал христианство в виде не еврейской религии своими овалами вот но идеальный маркетолог ну да маркетолог наверное слишком это сам но очень конечно он никогда не видел Иисуса если все они имели дело с живым Иисусом все остальные то Павел имел дело с группой которая в общем неудачна они никак не могут продвинуться никто их особенно не служит есть маленькая группа но понимаете мало ли было групп в еврействе которая вдруг чего-нибудь такое решили вот я но вот эта вот теология дополнения возвращаясь к этому теология дополнения говорит что христианство пришло в дополнение к иудаизму иудаизм продолжает быть живой спасительной религией в христианских терминах и это просто тотально все меняет то есть это совершенно меняет отношения иудаизма христианства возникает возможность совместной деятельности теперь мой подход к этому следующий есть много вопросов которые иудаизм и христианство отличаются и это нормально так и должно быть но по сути дела это два подхода к одному и тому же это вариации понимания и толкования общего наследия есть у нас общий наследие называется Танах или в христианстве Ветхий Завет вот прежде всего пяти книжек это его самая основная часть давайте не будем концентрироваться на том что нас разделяет и на спорах а давайте-ка вместе изучать то что нас объединяет то есть берем вот общее наследие и его вместе изучаем поэтому моя задача не сделать христиан евреями разумеется никого христиан я в еврейство так сказать не обращаю моя задача дать христианству совершенно новое прочтение собственно христианских фундаментальных текстов потому что они общие зачем это нужно делать потому что мое представление что иудаизм христианства и ислам который дальше поэтому христианство гораздо ближе к иудаизму чем ислам потому что христианство согласно с иудаизмом по тексту берет тот же самый текст то есть Танах а ислам не согласен с этим текстом и заменяет текст то есть христианство это другое толкование того же текста а ислам это несколько другой текст то есть христианство это перевод иудаизма А ислам – это пересказ иудаизма. И пересказ в этом смысле дальше от источника, чем перевод. Но в смысле перевода у нас есть общий священный кекс. Давайте его вместе изучать. Потому что развитие мира зависит от жизнеспособности вот этого монотеистического комплекса. И в этом смысле у нас общие проблемы, которые стоят. Современный мир ставит проблемы одинаковые более-менее и перед иудаизмом, и перед христианством, перед всем этим монотеистическим комплексом. Это и соотношение с искусством, и соотношение с наукой, и соотношение с современным развитием, и все проблемы нового устройства социума, и нового устройства вообще мозгов, и нового восприятия всего. И вот на все эти проблемы нужно отвечать.